Привет, друзья! Это проект Русская Америка. Сейчас расскажу немножко о своем стартапе. Я уже анонсы делал в нескольких роликах. Этот стартап инновационный. И на самом деле я, когда приехал только в Америку, я, конечно, думал о стартапах. И у меня было, наверное, 30, а может быть и больше, мыслей, какой стартап сделать. И все время то, что я вот придумывал, мне казалось, что это уникально. А потом я спрашивал у компетентных людей, у менторов, у каких-то людей, специалистов этой области. Они мне раскритиковывали и говорили, а, это уже есть, как бы, вот-вот-вот, показали мне аналоги. А я даже о них, например, не знал. Ну, конечно, очень расстраивался, потому что думал все время об этом. И, наконец, тут общая такая мысль, то есть и моих сотрудников, и моя. Ну, и пришел я к одному стартапу, которого нет. То есть я действительно исследовал рынок и, как бы, уже спросил этих специалистов. Они сказали, что да, такого стартапа нет. Хотя вначале, когда я обращался к своим знакомым и говорю, вот я придумал такую-то идею. Они говорят, да, фигня, есть. Я говорю, ну, найди. Они мучаются, мучаются, час ищут. Нету. Как такого может быть? Как такого не может быть? Такого не может быть, чтобы в Нью-Йорке этого не было. Да, говорит, идея гениальная. Ну, и, как бы, когда вот закончена была уже концепция, то есть сделан уже сайт, то есть он уже работает. И я пока сейчас не буду его, этот сайт сейчас показывать, ну, по определенным причинам, потому что с инвесторами, которыми ведем переговоры, они просили пока его нигде не фигурировать, чтобы он нигде не фигурировал. Стартапа недвижимости, то есть в двух словах расскажу. То есть это стартапа недвижимости типа каяка, да, то есть вот как каяк или экспедиа там или hotel.com, он занимается там поисками отелей или путешествия, занимается поисками жилья. Ну, по определенному принципу, ну, короче говоря, такая вот энциклопедия недвижимости мира. Я вложил приличную сумму денег, на самом деле, в него, вот, но когда я ходил к инвесторам, я делал об этом ролик, то есть они, в принципе, это была первая моя презентация, сейчас еще несколько презентаций будет, и вот на очередную я сейчас еду. Они тоже, как бы, были удивлены, что этого нету, то есть это действительно нововведение, это действительно инновация. И когда я сказал, что там нужен миллион долларов на развитие, их они, ну, нисколько бы, как бы, не удивились. И вот вчера мы получили звонок от этих инвесторов, и сегодня будет повторная презентация, более детальная. То есть они предварительно сказали, что они готовы дать миллион долларов на стартапы, и, как бы, у меня, конечно, очень хорошее настроение, потому что, ну, это, наверное, то, о чем я мечтал, это то, чем я хочу заниматься. Вот, и вообще мы старались всегда, то есть вот в моем бизнесе, я и мои партнеры, старались всегда делать какие-то инновационные решения по жизни, да, там, мы, как бы, вот, когда с рекламного бизнеса даже начинали, да, мы, 95-й год, придумали там первую рекламную, у него новую вывеску в городе, да, там, допустим. Потом первый плоттер мы купили, да, ну, рекламщиков, которые понимают, что это такое, они понимают, они поймут эти генерологии, там, потом первую цифровую типографию в Новороссийске запустили, ну, и так далее. То есть таких инноваций в рекламном бизнесе, там, очень много можно, ну, первый рекламный щит 3 на 6 метров в городе поставили, да, ну, такой сетевой, да, там был один у нас, там, один банк поставил до этого, ну, как бы, а мы уже сеть этого развили, да. Вот, там, первую систему телевидения через интернет сделали, то есть когда через интернет подается сигнал на телебашню и вмонтируются ролики в сигнал московский, да, то есть это вообще была такая инновация, что никто не верил, что это вообще возможно осуществить, то есть как это, то есть когда я приехал, приехал на Краснодарский краевой передающий центр и сказал, что мы вот это будем осуществлять, меня покрутили виска, говорят, нету, надо релейку, по старинке все, как бы запускать, релейка, да, говорит, пять лет надо согласовывать с военными, с болгарами, с турками, потому что прибрежная зона, вы никогда, через пять лет телевидению с вами вернетесь. Мы сделали это за два месяца, вот. Иногда, конечно, берешься за какие-то вещи, ты сам не веришь в это, да, то есть вот осуществится это или не осуществится, где-то глубоко в душе ты веришь, но думаешь, блин, вдруг не получится, но все равно идешь и оно получается, это очень хорошо. Вот, и я очень рад, что, как бы, вот этот стартап понравился инвесторам, и если, конечно, все получится, я, конечно, целиком уйду в этот проект, не знаю, как у меня будет времени уже на, там, бизнес иммиграционный или, там, бизнес недвижимости, которыми я тоже занимаюсь. Ну, буду искать каких-то партнеров, в принципе, у меня уже они есть, но, значит, давать им больше долю и, либо еще искать дополнительных партнеров и как-то уходить больше, конечно, в стартап-бизнес, потому что, ну, это действительно интересно, это будущее, и здесь абсолютно другие деньги, абсолютно другие, как бы, другое общение, да, то есть ты занимаешься чем-то сверх таким важным, и я очень хочу, конечно, что стартапами у меня все получилось. Спасибо.